Когда про любимого ученика будет речь, то будет очевидный ответ, что что-то Марина, а ты любимая. А я тоже не ассоциируюсь, как для Маши я не актриса, мама, так, наверное, для Олега Павловича я больше женщина. Вот одна из моих любимых фотографий, если мы говорим о семействе Табаковых, как я думал, что это с любимым учеником фотография. Вы знаете, это спектакль «Обыкновенная история». Валерий Плотников сделал эту фотографию, такая она знаковая. Мы любили, это первый спектакль по классической песне, по-моему, который у нас вышел. «Обыкновенная история», Олег Павлович играл Адуева-старшего, я играла его супругу. Здесь вот интересная фотография, где Антон Олегович сидит именно под этим портретом, который Плотников сделал. Ну, выражение лица у него не очень довольное. Не то, чтобы он одобряет. А вы одобрили выбор старшего сына, когда он пошел по вашим стопам? Он начинал очень хорошо, серьезно, в Амхате. Нет, не в Амхате, в Современнике. То есть в Современнике, конечно. И я никакого отношения к этому не имел, так сказать, и не лоббировал ничего. Но он вообще с головой человек, что доказывает, например, у него ведь была целая система ресторанов несколько. Да, да, да. И он в какой-то момент, ну, вот буквально там за день, за два, за три до этого дня, да, он взял и продал все рестораны. У него интуиция была такая? Да, и уехал, вот теперь живет как рантье на южном берегу. Монако. Монако. Это Монако и еще где-то, в общем. Ну, видимся. А его товарищ Андрей Делос мне говорил, что когда Антон становится к плите, то вот в этот день это вот лучшая кухня в городе. Он пользовался кухней мамы моей и соседки нашей, Марьи Николаевны Кац, которая после смерти ее мужа бросила все в Саратове и поехала ко мне в Москву. И вот это была замечательная еда. Вы про еду говорите с большим чувством, чем про театр я сейчас заметил. Вот сейчас это прозвучало. У нас вообще семья такая поясня. А все ли готовят? Кто за этим столом что готовит? Да не может быть. Я слушаю, я весь сниманием. Ну, я готовлю разные салаты. Для мамы? Да, для мамы, для папы. Супы. Нет, супы, капкейки. Супы? Да. Какие бы супы готовить? Ты к Марине, последний. Томатный был? Томатный был. Тебя не было тогда. Процессует эксплуатация детского труда в семье, я смотрю, в полном объеме. Нет, вы знаете, я так понимаю, что вот Павлика все любили там, когда он в школе был или в колледже, потому что он такой мальчик, он всегда помогает. Он всегда там разгрузить что-то, убрать там что-то. То есть, чтобы уйти с уроков, я так понимаю, он был готов убрать, поднести, его все очень любили. А Маша, видимо, тоже, когда уроки уже не очень хочет это делать, она готовить начинает. У нее есть повод вот как бы отключиться, переключиться. Ну, я, конечно, шучу, Машка, нет, ну ты и уроки делаешь, все. Нет, я тоже, кстати, я умею готовить, может быть, я не так часто сейчас это делаю. Нет, я не могу сказать, когда есть время, я, наверное, сейчас поменьше, но я борщ вкусно готовлю, я лоббю могу приготовить хорошо. Ну, салат, да, с крабами. Нет, в принципе, я умею, я если за что-то берусь, я хорошо делаю, просто иногда немножко другим приходится заниматься. Подстажившись. Вы знаете, нет, у нас была традиция, нет, конечно, в плане еды Антон нас объединяет, он когда приезжает, мы, у него замечательный дом за городом, и мы приезжаем к нему, и он там сам готовит замечательное застолье, да, вот. И у него дочки к подружке как раз Маши, две девочки, они с одной одногодские, а другая на год их помладше, они очень любят, привязаны друг к другу. Вот, а Павел, наоборот, со старшей дочкой Антона общается, вот как-то дети сами не общаются без нас. Очень красивая девочка. Они вчера пришли, я подумал, у-у-у, какая вымахала. Олег Павлович, когда Павлик рос, мы снимали дачу в Жуковке, и традиция была, они собирали ветки всякие, разводили ветки. А ты уже в Рублево, а в Жуковке, да, значит, там Паша рос, и вот готовили шашлыки, а Маша уже росла в Рублево, и мы там тоже, либо я мариновала, либо мы покупали шашлыки, да, и Олег Павлович, значит, причем не угли, а именно вот он сам разжигал этот костер, все это долго было, процесс целый был, полис уходили, бразили, но вкусно было. И воспоминания детские вот до сих пор у детей, у одного с Жуковкой, у другой, значит, с Рублево, вот эти папины шашлыки. А вот про любимые блюда, мне кажется, вы все такие вот как бы... Сытые. Нет, 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 разные. Сытые, довольные. Очень, очень разные. Наверное, и разные любите ясту, вот Мария, ваша любимая. Мясо. Мясо! Вот девочки услышать такое, удивительно, мясо, какое мясо. У нас, знаете, значит, у нас тут есть фотография, вот у нас Маруся с Олегом Павловичем, это вот первый день рождения, мы много лет отмечали день рождения в театре, и первый раз, значит, Машенька пришла, ей было года три или четыре, она была на спектакле, значит, конек-горбунок, а потом выпускали в пиквикский клуб спектакль, и там стояла на сцене декорация, и мы решили ее отвезти, чтобы она посмотрела декорацию Максим Матвеев, актер Московского художественного театра. Я катаюсь на овечках. Да, он очень нравился Маше, и он ее за руку повел за кулисы, и говорит, вот Машенька, значит, вот у нас вот овечки такие, там овечки действительно такие, автобусы. Я хотела себе одну забрать. Хотела забрать, да. И мне говорит, смотри, какие овечки, ты любишь овечек? Она говорит, да, я люблю шашлык из баранины. Смотрите далее. Олег Табаков и Марина Зудина о своей первой встрече. Я уж не знаю, что Марина скажет, но... Мне просто Олег Павлович помнит, что я была в белой кофте, я точно помню, что я была в черной кофте. Что народный артист подарил жене в день бракосочетания. Это, в общем, фактически наша свадьба с Олегом Павловичем. И как отнеслись к Марине друзья Олега Табакова? Хорошая девушка, но очень беременная. А вы какое блюдо предпочитаете? Грешливой каша. Растопить надо. Масло? Лучше сливочное. Не масло, нет. Чего? Сначала ты бекон режешь. Ну, а, да, бекон. Нет, мы уже ушли от этого, от бекона категорически все. Нет, я хочу... Но он любит... Андрей, ты знаешь, я сам с собой мучаюсь.